Качественное образование, солнечные электростанции и промышленность. Об этом и не только говорил премьер с предпринимателями и чиновниками в ходе поездки в Актюбинскую область. Обсудили также актуальный вопрос атомной энергетики и развития западного региона. Все подробности в сюжете. В Актюбинской области большое внимание уделяется обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и АПК. Например, рельсобалочный завод выпускает до 430 тысяч тонн продукции ежегодно. Это железнодорожные рельсы, широкая номенклатура фасонного проката, спецпрофили и другое. На сегодняшний день заводом было произведено более 1 миллиона тонн рельсовой продукции, что примерно составляет 8 тысяч километров железнодорожных путей. В данный момент наши рельсы используются при строительстве вторых путей железнодорожного участка Дустак-Мойн-Т, строительстве железнодорожной линии Дарбаза-Махтарал, обводного железнодорожного узла станции Алматы. А еще 65 инвестпроектов на 3,9 триллиона тенге в таких отраслях, как строительная индустрия, энергетика, нефтегазохимия и так далее. Показали Бектенову и завод ферросплавов и развитие новых предприятий дают импульс развития экономики, рабочие места и рост отрасли. В проработке находится один из хороших проектов – это строительство утилизационной электростанции, которая будет работать на ферросплавном газе, который образуется в процессе производства в четвертом цехе. Сейчас идет стадия выбора поставщика оборудования для электростанции. Касательно казахстанского содержания, наш завод сотрудничает порядка более 400 производителей. На производственных площадках Акватории Актоби Акцент сделали на качественном обновлении сферы ЖКХ. Здесь изготавливаются канализационно-насосные станции, автоматизированные тепловые пункты, блочно-модульные котельные, систему учета энергетических ресурсов и водоснабжения. На складе установлена современная система управления складом, которая позволяет минимизировать издержки на обработку грузов, тем самым позволяет для населения предоставлять максимально короткую цепочку поставок от производителя до потребителя. Товары находятся с разных стран СНГ и зарубежья. Поддержку оказывает государство и торгово-логистическому центру в виде субсидирования ставки кредита на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Рабочими местами обеспечили 130 человек. Мы единственные в Казахстане, которые производим 4,20 диаметр. Диаметр это о чем говорит? О том, что мы можем очень много сроков принимать в городской среде. Надеемся, что со временем многие специалисты, которые работают в этой отрасли, мы с ними готовы поделиться, ну и на территории наших городов не будут образовываться так называемые в народе просто лужи. Во время посещения ветровой электростанции итальянской энергетической компании руководителю правительства доложили о функционировании ВЭС Бадамша и Бадамша-2. В реализацию данных проекта вложено 69 миллиардов тенге частных инвестиций. Наша школа уже целый год работает как опорная школа. Получив от фонда «Казах-Халхана» новую мебель, новое оборудование на 250 миллионов, используя цифровые технологии, используя новое оборудование, интерактивные панели, мини-лаборатории, которые мы получили, наши учителя проводят интересные уроки, познавательные уроки. Наши ученики занимают призовые места в областных, в республиканских конкурсах, исследовательских, научных проектах. Тут же премьер осмотрел результаты модернизации средней школы и учебное заведение, построенное еще 55 лет назад. Стал одним из первых в регионе, которое вошло в республиканский проект развития потенциала опорных школ в сельской местности.